Физкульт привет! Друзья, ученики и просто случайный зритель! Вы часто просите меня показывать, как тренируюсь я. И сегодня я вам покажу свою тренировку, одну из тренировок моего передизационного цикла, в котором я буду тренировать широчайшие мышцы спины, среднюю и заднюю дельту, а также прокачаю бицепс. После общей разминки я перехожу непосредственно к прокачке широчайших мышц спины. Первым упражнением сегодня идут тяги вертикального блока узким хватом. Обращаю ваше внимание на то, что когда вы тянете параллельным или тем более обратным хватом, никогда нельзя брать широким хватом, даже на ширине плеч. Все это связано с тем, что вы можете травмировать как плечевой сустав, так и длинную головку бицепса. Почему это происходит? Все очень просто. Кто разбирается в анатомии, понимает. Длинная головка бицепса перехлестывается через плечевой сустав. И в таком неудобном положении вы перетираете вашу длинную головку. Что самое печальное, что боль и дискомфорт от этого именно в бицепсах не чувствуется, пока не произойдет уже серьезной травмы. Поэтому я вас от этого предостерегаю. И не забывайте, что мы получаем больший эффект, когда работаем с большим отягощением. А любой разбирающийся в биомеханике человек скажет вам, что широчайшая мышца может проявить себя на полную катушку только в узкой постановке ваших кистей. Так зачем извращаться и делать ненужные извращения? На мой взгляд, абсолютно бессмысленно. После специальной разминки, а это будет три предваряющих подхода, мы выставляем рабочий вес и делаем максимальное возможное количество повторений в диапазоне от 8 до 12 с приличным весом. То есть вес нужно выбрать такой, чтобы вы дошли до отказа, то есть когда следующее повторение будет отказным, которое вы не сможете сделать грамотно, хорошо, в полной амплитуде, на полную катушку. То есть технически верно. И естественно диапазон повторений специально дается для того, чтобы вы смогли уложиться в определенный вес. Это 8-12 повторений. Обращайте на это особое внимание. Очень важно понимать, что здесь крайне важно не отклоняться назад. Это уже совершенно другое упражнение. Не поступайте, как делает большинство людей, которые тешат свое эго, но не тренируют широчайшие мышцы. Не вращайтесь как листа в скафандре. Не отклоняйтесь назад, вперед. Не болтайтесь корпусом. Зафиксируйтесь. Представьте, что вы зажаты между двух стенок. И вам нужно мощно за счет сокращения лопаток опустить локти вниз. Попробуйте и вы увидите, насколько мощнее работают ваши широчайшие мышцы. Нагрузка будет целиком и полностью бить в широчайшую мышцу. А мышца всегда широчайшая работает сверху донизу. Нельзя воздействовать на верх широчайших, на середину широчайших или на низ широчайших. Тем более нельзя как-то анатомически опустить широчайшие вниз. Это все задано генетически. Но мы можем делать их больше, делать их шире. Поэтому, друзья, делайте все грамотно. В этом движении необходимо опускать рукоятку как можно ниже к низу грудных мышц. Попробуйте и отпишитесь в комментариях, как вам понравилось. Следующее упражнение это отведение в стороны. Я делаю сегодня в тренажере. Тренажер шикарно позволяет мне сосредоточиться на средней мышце, на среднем пучке дельты. И целиком и полностью направлять нагрузку в нее. Диапазон повторений 12-15. Здесь также необходимо сделать 3 подводящих разминочных подхода. И 1-2 подходика выполняем до отказа. Но не в отказ, друзья. До отказа. Обращайте на это особое внимание. Кто немножечко путается в понятиях, у меня есть статьи и видео урок. Что такое тренинг. До отказа, в отказ и за отказ. Обязательно посмотрите. Делаем диапазон повторений, я вам уже сказал, 12-15. Два рабочих подхода. Следующее упражнение снова на широчайшие мышцы. И это будет тяга горизонтального блока. Размирочные подходы нам уже не нужны. Можно сделать 1 подводящий подход, чтобы определиться, с каким весом сегодня нам поработать. На 12-15 повторений. И достаточно 1 подхода в отказ, чтобы наполнить наши уставшие уже после первого упражнения для широчайших мышц мышцы. И целиком и полностью добить их. Этого будет вполне достаточно. Следите за тем, чтобы, как и в первом варианте тяг, не вилять кур, не слоняться назад и не наклоняться далеко вперед. Очень важно работать широчайшими локтями. За счет увода локтей назад. Как будто хотите обнять себя локтями со спины. При этом сводить лопатки. Обращайте внимание на то, что, когда мы работаем на грудные мышцы и на широчайшие, лопатки сводить обязательно. Но ни в коем случае не делайте это, когда работаем на дельты. А следующее упражнение будет как раз на задний пучок. Поработаем в тренажере пэк-дэк. Будем делать обратные разведения. Делаем также 3 подводящих подходика и 1-2 подходика до отказа. На 12-15 повторений. В этом тренажере я люблю работать на большее количество повторений с более концентрированным моментом выполнения. Особенно с пиковым сокращением в самой дальней точке движения. Попробуйте и медленным негативным опусканием. Это просто бомбовое упражнение для заднего пучка дельта. И переходим к любимому для большинства качков дел прокачке нашей пицухи. Делать будем мы с вами подъемы штанги у стенки. Я в последнее время постоянно практикую такой вид подъемов. По той простой причине, что это превращает упражнение в более концентрированное. Делает его. Потому что корпусом, хочешь не хочешь, тебе уже помочь не можешь. И нагрузка целиком и полностью, повторяюсь, будет бить именно в бицепсы. Следите за тем, чтобы локти не ходили. Старайтесь выполнять движения непосредственно предплечем. Локоть всегда на одном и том же месте. Три подводящих разминочных подхода и один-два рабочих подходика. На 8-12 повторений. На этом наша тренировочка закончена. Не забывайте, что вы, как и я, можете и должны тренироваться по принципам периодизации. Для того, чтобы не переутомлять ни центральную систему, ни эндокринную, ни любую из систем. Чтобы не впадать в перетренированность, не заходить в плату. Чем дольше и более грамотным будет составлен ваш сплит, реализационный. Чем чаще вы будете прокачивать окислительные мышечные волокна. Тем большую пользу вы будете получать. И в росте массы, и в росте силы, и в сохранении нашего с вами, друзья, здоровья. Обязательно пишите в комментариях, как вам понравилась данная тренировка. Естественно, после того, как вы ее опробуете. Ставьте лайк. Если не понравилось, друзья, ставьте дизлайк. Ничего страшного в этом нет. Пишите, что не понравилось, чем вы не согласны. Все конструктивные комментарии, критические, я рассматриваю так же, как и положительные. И благодарен вам за это. Если только они не выражаются в грубой форме. Спасибо, друзья. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство. И нас в группе уже 344 человека. И ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанную на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лбом в стенку. Вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Факт фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok